Автор рассказа Наталья Алферова Год 1921 Прохладный ветер дул над сопками, словно вестник наступающей осени. Высоко в небе парила пара грифов. Крупные птицы с черным оперением внимательно наблюдали за разложенному подножье скалы костром, кучкой людей вокруг него, с треноженными лошадьми неподалеку. За свою долгую жизнь не раз видели грифы подобное и терпеливо выжидали. Людей было немного, объединяла их только военная форма с погонами, на которых красовался серебряный вензель А.С. Высокий здоровенный казак в залихватски сдвинутой папахе возвышался над стоящим рядом рыжим урядником. Широкоскулый смуглый азиат сидел, скрестив ноги и прикрыв глаза. Тянул заунывную мелодию на одной ноте. Последний, самый младший по возрасту, но не по чину, его плечи украшали погоны поручика. Стоял на коленях на земле со связанными впереди руками. Он смотрел на остальных из-под лобья. Пушок пробивался на его подбородке, иногда еще по-детски пухлыми губами. На темно-русых волосах, как что-то чужеродное, выделялся седой клок. Высокий казак обратился к поручику. Ну что, ваш бродь, жалеешь о заступничестве своем? Барон мне за дерзость кишки бы выпустил, а то и шом полвуха загнал. Ты же умолил не убивать, в тюрьму бросить. Не за дерзость, за мародерство, хам, мерзавец, выкликнул поручик, сорвавшись на фальцет. Жалеешь? Казак нехорошо ухмыльнулся. Зря ты меня конвоировать согласился. Неужто думал арестовать меня смогешь? Мне за храбрсть сам Григорий Михайлович оружие пожаловал. Перед строем лично вручил. Помнишь, Мирон? Спросил он у рыжего урядника. Тот подобострастно закивал, подтверждая. Высокий казак выхватил из обшитых кожей ножен шашку. Стальное, слегка изогнутое лезвие засверкало на солнце. Пленник невольно отшатнулся. Не боись, ваш бродь. Вахмистер Баргин добро помнит. Пальцем тебя не трону. Казак полюбовался клинком и резко одним ударом снес голову уряднику Мирону. Тело, постояв несколько секунд, рухнуло рядом с откатившейся головой. Поручик в оцепенении наблюдал, как руки, покрытые веснушками, царапнули траву, как толчками выплеснулась кровь. Плохо впитываясь в куменистую землю, красный ручеек потек с возвышения прямо к коленям пленника. Тот попытался подняться на ноги, но вновь замер, чувствуя, как пропитывается сукно брюк еще теплой кровью. Замер, потому что вахмистер Баргин подошел к телу поверженного сослуживца. Он хладнокровно вытер шашку об одежду урядника, вернул в ножны. Поручик облегченно вздохнул, хотя понимал, здоровяк вахмистер, его и голыми руками может придушить. Но расслабился пленник рано. Баргин за волосы поднял отрубленную голову и обратился к ней. «Прощавай, Мирон, и прости. Доля твоя такая. Без кровушки черта по ихнему террена не выманить». И кратко приказал азиату «Зови». На скуластом лице не отразилось ни единого чувства. Азиат стал ритмично раскачиваться из стороны в сторону, приговаривая громче и громче. «Террен нашир! Террен нашир! Террен нашир!» Вахмистер подошел к костру и в самый центр швырнул голову многострадального Мирона. Поручик, которому показалось, что урядник моргнул напоследок, в обмороке повалился на землю. Однако смрад быстро привел его в чувство. Не делая попыток подняться, поручик слезящимися глазами смотрел, как черный столб дыма от костра меняет очертания и расслаивается на две струи. Меньшая опустилась и поползла над землей к лежащему пленнику. Тот, охваченный ужасом, даже не попытался откатиться в сторону. Струйка достигла его головы. Поручик почувствовал прикосновение к волосам, словно легкая рука ерошила их. «Мама!» — мелькнула непрошенное, неуместное воспоминание из детства. Струйка дыма резко свернула и направилась к телу урядника. Поручик перевел взгляд на костер. Над ним возвышалась фигура, похожая на человека без руки и без ноги. Фигура раскачивалась в такт завываний, вновь тянувшего одну ноту азиата. Баргин стоял, широко расставив ноги и раскинув руки. Внезапно песня оборвалась. Черная дымовая фигура рванулась к нему. Вахмистер выдержал удар, лишь слегка шатнувшись. Черный дым вволок его полностью, затем рассеялся, втянувшись внутрь. Меньшая струйка от ног в голове серпантином обвилась вокруг Баргина и тоже вошла в него. Несколько минут стояла тишина. Затем вахмистер вопросительно посмотрел на азиата. «Все?» Тот указал на парящих птиц и произнес хрипловато коверкая слова. «Дети хана Гарди мало-мало угостить», затем протянул руку, указывая на тело урядника. «Нам уходить не мешать». Казаки спора сняли путы с лошадей, собрали вещи. А поручики, казалось, забыли. Но это только казалось. Вахмистер указал на лежащего пленника кивком головы и вскочил на коня. Азиат задержался. Поручик с полным безразличием к своей судьбе думал, что смерть не старуха с косой, а коренастый черноглазый инородец с кинжалом в руке. Рывком поставленный на ноги он ждал удара. Азиат перерезал веревки и что-то сказал. Поручик не понял. «Орос! Русский Орос!» Жест рукой не оставлял сомнений. Поручика отправляют к границе с Россией. «Орос так Орос!» промормотал он, растирая онемевшие руки и пошатываясь. Побрел к своей лошади. После пережитого даже возможный плен у красных не казался страшным. За спиной раздался удаляющийся топот копыт. Поручик подтянул подпругу, поправил седло. Непонятный звук заставил насторожиться. По спине пробежал холодок. Свистящее шипение, подобно дыханию больного грудной жабой, доносилось от тела урядника. Поручик резко повернулся. Две огромные черные птицы терзали труп. «Господи, воля Твоя!» перекрестился поручик. Подумал, что не по-христиански оставлять останки Мирона незахороненными. И крикнул. «Кыш, проклятые!» Птицы не обратили внимания. Рвали одежду, чтобы добраться до еды. Одной удалось. Она подняла голову на длинной лысой шее с куском мяса в клюве. Поручик загреб в руку мелких камней и швырнул в грифов. Птицы оставили трапезу. Они расправили крылья и пошли на человека. Вытягивая длинные шеи и шипя. И человек отступил. Поручик со второй попытки забрался в седло и тронул поводья. Ему предстоял долгий путь домой. Наши дни. Подтянутый, хорошо одетый мужчина стоял перед зеркалом. Он всегда очень щепетильно относился к своей внешности. «Больше тридцати пяти не дашь!» Удовлетворенно кивнул отражению, отметив легкую усмешку. Отражение точно знало. Возраст хозяина перевалил за пятьдесят. За спиной что-то сверкнуло. Мужчина не встревожился. Знал, это луч солнца отразился от клинка. На столе красовалась казачья шашка. Предмет особой, но тайной гордости. Завладел он ей не совсем законно. Попросту выкрал из музея. Воспользовался бардаком, царящим в девяностые. С того момента, как в руки попала эта вещь, жизнь изменилась. Блестящая карьера, удача даже в мелочах. Баловень судьбы, так называли его окружающие. Но за все нужно платить. Мужчина подошел к столу. Эфес удобно разместился в руке. Вскинутое вверх лезвие раскидало блики света по комнате. Тень на стене, тоже вскинувшая шашку, сгустилась и стала менять очертания. Мужчина вздрогнул. Никак не мог привыкнуть, хотя в последнее время подобное участилось. «Я помню», – прошептал он. «Помню. Но нужно подобрать место и заманить туда жертву». Одноногая и однорукая тень кивнула и стала обычной. Мужчина бережно поместил шашку в ножны. Нужно спешить. Хорошо бомжи и пьяницы не переводятся. Кому-то вновь придется лишиться головы. Мужчина почувствовал приближающийся приступ паники. Достал таблетку и отправил в рот. Вот уже полгода не оставляло чувства, что кто-то идет по его следу. А этого не может. Не должно быть. Если только... Он всегда боялся додумать. Но на этот раз решился. Если только этот кто-то, не свидетель давней еще армейской истории. Год 1982. Автобус раскачивался сбоку-набок, едва не ложась на асфальт. Находящиеся внутри призывники разом кидались к одной стороне. Затем все вместе к другой, под команду подаваемую одним из них. Нахальным парнем с седой прядкой в темно-русых волосах. Право, лево, право, лево. Два молоденьких лейтенанта безуспешно метались по салону, пытаясь прекратить безобразие. Шофер и прапорщик курили снаружи на безопасном расстоянии. Они вместе с отхлынувшей толпой провожающих ждали, пока молодняк перебесится. Наконец лейтенанты справились. Вернее, негласный предводитель призывников решил, что хватит. Из дверей автобуса появлялись по одному. Провожающие рванулись к выходящим. Больше всех пришло проводить парня с седой прядью. Целая куча девушек и ребят, как выяснилось, его группа из техникума. Ему пытались вручить подозрительно звякавшие тряпичные сумки. Но он не взял. «Беляк, ты чего завязал?» Удивился кто-то. «На входе в вагон шмонать будут», — пояснил призывник и стал инструктировать друзей. «Зайдете с той стороны вагона, подадите Бухару через окно, и все ништяк будет». Парень по прозвищу Беляк оказался прав. Перед входом в вагон те же лейтенанты обшаривали вещи будущих солдат, изымая спиртное. Тщательнее всего осмотрели Беляка, его друзей, коренастого казаха и интеллигентного вида парнишку, уже получивших клички — Бай и Зема. Беляка, не поверив глазам, обыскали дважды. В вагоне троица развернула бурную деятельность. Принимали бутылки вина и запихивали их внутрь свернутых матрасов. Бай ворчал, что зря стараются. Оказалось, не зря. Как только поезд тронулся, по вагону прошелся прапорщик. Он конфисковал еще несколько бутылок. Посмотреть матрасы не догадался. «Ну ты, мужик, в натуре и колдун!» — с уважением похвалил друга Бай, строчка из анекдота. Одногруппники Беляка постарались. Вина хватило на его вагон и два соседних. Лейтенанты махнули рукой на происходящее. Тем более, что прапорщик заперся в купе с конфискатом. Ранним утром, накануне прибытия, Беляк очнулся и направился в туалет. Помыв руки и ополоснув лицо, он посмотрел в мутное зеркало и протрезвел окончательно. С той стороны стекла стоял он сам в форме белогвардейца из исторических фильмов. Моментально вспомнилась бабушка, рассказывающая по большому секрету подруге, что ее отец был белым офицером перед тем, как перейти в Красную армию. Конечно, забавно, что правнука прозвали Беляк, не зная об этом. Правнук не дурак, такие вещи рассказывать. Кличка пошла от фамилии Беляков. Раньше он бы посмеялся, но сейчас смешно не было. Беляк протянул руку и коснулся зеркала. Отражение не повторило этот жест. Тот за стеклом пытался что-то сказать. По зеркалу пошли трещины. Отражение стало обычным, но из трещин засочилась кровь. Беляк рванул из туалета и бежал до своего купе. Там плюхнулся рядом с ворочающимся баем. Что-то случилось. Со второй полки свесился Зема. Ее в натуре допился. Призраки мерещатся. Выдохнул Беляк и кровь. И показалось, что зеркало треснуло. Не к добруу раздалось с соседней полки. Не к аркой, оборвал соседа по купе бай. Говорят же, показалось. Ребят, долго едем. А лейтенант говорил, нас борт ждет. Как бы не в Афган, высказался Зема. Все помрачнели. Вспомнили цинковые гробы, приходящие в город. Посидели молча. Но тишина в вагоне длилась недолго. Раздался громкий голос проспавшегося прапорщика. Выяснявшего, какая падла разбила зеркало. Перед посадкой на борт призывников сутки продержали в военном училище. Сопровождающих сменили курсанты. Но особого сопротивления их командам не оказывалось. Парней вымотали дорога, спиртное и тревожные мысли. До похода в баню Беляк пару раз подрался с призывниками из других областей. Но вскоре выдохся и он. После бани выдали летнюю форму. Удалось выяснить, они в страйбате и летят за бугор. На вопрос, есть ли страйбат в Афгане, курсанты пожимали плечами. Ничего не прояснилось и в самолете. Всего вылетело три борта. Выгрузились на военном аэродроме. Пронизывающий порывистый ветер заставлял забыть, что подходит к концу май. Летняя форма не грела. Подпрыгивающий от холода бай подал идею. Давайте греться, как у нас в Атарах, бараны. Его послушали. Пусть как бараны, лишь бы помогло. Сбились в кучу. Те, что в центре согревались и менялись местами с теми, что оставались снаружи. Новобранцы с других двух бортов последовали их примеру. Наконец, о них вспомнили и построили. Невысокий капитан толкнул речь. «Товарищи солдаты советской армии, вам предстоит представлять нашу родину в Народной Республике». Тут он выдержал паузу. Над аэродромом повисла мертвая тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра. Довольный произведенный эффектом, капитан продолжил. «Монголии» раздался дружный вздох облегчения. «Вам выпала честь строить самую крупную в Азии инфекционную больницу». Дальнейшие слова капитана большинство пропустило мимо ушей. Доминирующей оказалась мысль. «Не Афган, не Афган, не Афган». Служба в части, расположенной в Улан-Баторе, отличалась от службы в Союзе, известной новобранцам по рассказам друзей. Не было дедов, а служившие два года солдаты заменялись следующим призывом, практически не пересекаясь. В местном чипке обнаружились дефицитная сгущенка, цейлонский чай и куча других вкусностей. А в столовой вместо перловой каши, прозванной повсеместно дробь 16, кормили гречневой. «А я бы не против перловки поесть», – протянул Зёма и осёкся под удивленными взглядами остальных. К концу второй недели уже весь взвод, обкормленный гречкой, был бы не против поесть перловки. Толкавший речью самолёта капитан, оказался их ротным, желчный, язвительный, раздающий наряды вне очереди направо и налево. Он не взлюбил Беляка и его друзей, и мог превратить их в службу в ад, если бы не работа на стройке. Их взвод работал на втором корпусе. Первый, уже возведённый, располагался поводаль. Как на любой стройке, стройматериалы могли завести с опозданием, что давало дополнительные минуты отдыха. Беляк, ещё на гражданке, получившей профессию стропольщика, Ибай, каждое лето гостивший у деда в казахском ауле, физическую нагрузку переносили легко. А вот Зёме без их помощи пришлось бы туго. А ещё на стройке трудились советские специалисты и местные, которые восполняли недостаток знаний, обычно передаваемые старослужащими. Первым делом Беляк выяснил главное, где достать спиртное. Инженер, оказавшийся земляком, посмеялся, но ответил, «Местная водка дорогая, лучше брать самогон у семёновцев». «У кого?» – переспросил Беляк. «Тут недалеко, километрах в двух, живут потомки белогвардейцев. Самих-то белых мало осталось, уже старики. Слышали об атамане Семёнове?» Бай и Беляк обернулись к Зёме. Тот неуверенно кивнул. Кажется, слышал. Семёнов целой армией командовал. Интересная личность. Выходец из низов, а дворянам приказы отдавал. Армия Семёнова, у них даже погоны были с вензелем АЭС. «Почти как у нас!» – воскликнул Зёма, разглядывая чёрный погон с буквами СА. Поход за самогоном, намеченный на следующий день, пришлось отложить. Инженер взял их с собой в гости к монгольскому другу. Спросил, хотят ли посмотреть, как местные живут. Кто же откажется? Ехали на УАЗике около часа. Дороги как таковой не наблюдалось. Вокруг простиралась степь. Изредка вдали виднелись табуны коней, отары овец, сопровождавшими их всадниками-пастухами. Встретилась туша павшей лошади, спировавшими на ней большими птицами с коричневым оперением и страшными голыми шеями. «Это грифы. Питаются падалью», – пояснил инженер. Тут их несколько разновидностей. Самый крупный – чёрный гриф, но их мало. Я сам только один раз видел. Монгольский друг, получивший образование в Советском Союзе, хорошо разговаривал по-русски. Он пригласил гостей в большую юрту, покрытую белым войлоком. Около юрты паслась коза, а над входом был прикреплён куст колючек. Зиоме и инженеру с их высоким ростом пришлось пригнуться. «Это зачем?» – потихоньку спросил Беляк. «Потом спросим», – шепнул инженер и уже громко поздоровался с обитателями юрты. «Добрый день!» «Самбайнул!» «Самбайнул!» – раздался в ответ нестройный хор голосов. В юрте находились две женщины, молодая и старуха. Обе в национальной одежде и целая куча шустрых ребятишек. Женщины засуетились. Старуха показала гостям на куски войлока, предназначенного для сидения, и шугнула детей, обступивших солдат. Молодая принялась накладывать еду из большого казана в глиняные миски. Вскоре все, и гости, и хозяева, сидели поджав ноги и с удовольствием ели что-то наподобие русских пельменей, только в три раза больше и с отвешением в центре. На лице бая, обычно непроницаемым, отражалось блаженство. «Как у деда погостил», – шепнул он друзьям. После обеда ребятишки высыпали из юрты под грозные крики и указания бабушки. «Матушка твоя сегодня сердитая», – сказал инженер Монголу. Тот замялся, но потом пояснил. «Говорят, опять Терен появился. Приходится детей пугать, что он им голову откусит, чтобы далеко не убегали». «Терен? Это еще что за зверь?» «Один из чуткуров. Как же, по-вашему? Нечистый. Черт». «Черт», – разочарованно протянул инженер. «Всего лишь суеверие. Ты поэтому колючки над входом повесил». «Нечистых отгоняют колючки и козы», – пояснил Монгол. Прислушивающаяся к разговору и, видимо, кое-что понимавшая старуха, подошла к Беляку, – показала на седой клок в его волосах и что-то произнесла. «Что она сказала?» – спросил инженер. «Этому солдату не нужно бояться Терена. На нем знак Лу, знак дракона». «Угу, а нам, значит, нужно бояться», – мыкнул Зема. «Ну ты, Беляк, и здесь отличился». Монгол пригласил попить чай. Округлившимися от удивления глазами трое друзей наблюдали, как молодая хозяйка высыпает в котел с кипящим молоком пачку заварки, добавляет большой кусок бараньего жира и солит. Инженер хитро улыбнулся и шепнул. «Нужно все выпить, уважить хозяев». За чаепитием принялся расспрашивать монголы о Терене. Солдаты внимательно слушали. Суеверие, конечно, но интересно. Чудкуров, слуг владыки преисподней Ирликхана, в Монголии множество. Но увидеть можно лишь одноногого и однорукого Терена. А если удастся его призвать, совершив обряд, то Терен будет исполнять все желания хозяина. Плата поначалу невелика. Пара баранов, например. Но беда, если не избавиться от черта вовремя. Желаний все больше. Человек и не замечает, как Терен становится хозяином его души. И платить приходится, отбирая жизни у людей. Если призбавший нечистого погибает, Терен вселяется в того, кто окажется рядом. Произойти это должно быстро. Иначе Ирликхан вернет своего слугу в преисподнюю. Местный Терен откусывает головы. Появляется он редко. Раз в несколько лет. Последнее время чаще. Сначала находят туши овец без головы. Потом убитого человека, тоже без головы. Несколько дней назад пастухи нашли безголового барана. Беляк, уже давно ерзающий на месте, не выдержал. У вас тут в натуре маньяк орудует, а менты вилами не шевелят. Неужели никаких улик? Монгол кивнул. Я тоже думаю, человек головы отрезает или отрубает. Милиция приезжала, а улик нет. После грифов от трупов мало что остается. Пока найдут. Местность пустынная. Если понимаешь, зачем тогда коза, колючки? Спросил посерьезневший инженер. А вдруг все-таки Терен? Ответил Монгол. Когда уезжали, ребятишки бежали вслед за машиной и дружно махали руками вслед. К Семеновцам удалось отправиться лишь в конце недели. Пошли Беляк и Бай. Зема накануне натер ногу, и потому был оставлен на стройке. Поселок нашли без труда, несколько дощатых домиков, похожих на бараки. Постучали в крайней, дверь открыла девушка Монголка. В ситцевом платье и такой же косынки на заплетенных в две косы волосах. Она выглядела вполне современно. Даже равнодушный к восточным красавицам Беляк отметил при себя симпотная девчонка. Абай замер от восхищения. Когда же девушка лобнулась, явив ямочки на щеках, солдат понял, что попал. «За самогоном?» – спросила Монголка по-русски и добавила. «Заходите». Солдаты зашли и остановились у порога, оставив дверь открытой. Девушка скрылась в боковой комнатке с занавеской вместо двери и тут же вернулась с бутылкой в руках. «Двадцать тугриков» – назвала цену. Друзья рассчитались, но уходить не спешили. Девушке, видимо, тоже не хотелось отпускать незванных гостей. Они с Баем весело болтали о какой-то чепухе. Девушка носила имя Цицек, что означало «цветок». Бай напрашивался в гости, а, получив вежливый отказ, пригласил навестить его на стройке. Беляк, прислонившись плечом к косяку, вежливо ждал и не вмешивался. Неожиданно сзади раздался вкратчивый мужской голос. «Кухан мои пришли!» Друзья резко обернулись. Первое, что бросилось в глаза, дуло наставленного на них ружья. Только потом разглядели высокого широкоплечего старика. Невольно попятились внутрь дома, понимая, что путь к отступлению отрезан. Старик наверняка видел, кто разговаривал с девушкой, но ружье нацелил на Беляка. Тот побледнел. «Дед, ты чего в натуре? Мы за самогоном, не к твоей внучке». «За самогоном?» – недоверчиво переспросил старик. Ружье он опустил, но пристально изучал Беляка, переводя взгляд то на лицо, то на погоны. «За самогоном!» – закивал солдат, лихорадочно доставая припрятанную за пазуху бутылку. Увидев бутылку, старик отодвинулся в сторону и сердето сказал «Получили свое, едите, нечего тут». Дважды повторять не пришлось. Солдаты вышли из домика, стараясь не поворачиваться к его хозяину спиной. Тот, потеряв к ним интерес, зашел в дверь. И только тогда Бай и Беляк побежали. Зема ждал их за забором стройки. Увидев друзей, просиял. «Ух, чуть не спалились! Айда, бегом! Там кирпич подвезли!» Вечером взвод угощался самогоном, а Беляк красочно рассказывал о случившемся, умолчав о том, что Бай влюбился и о собственном страхе. Монголка Цецек появилась на стройке через два дня, в обеденный перерыв. Она принесла лепешки, выпивку и долго извинялась за хозяина, так назвала старика. Потом стала появляться почти каждый день. Бай отводил девушку в сторонку, они садились на доски и разговаривали до конца перерыва или уходили гулять за забор. «Не нравится мне это!» – поделился с Земой Беляк спустя неделю. «Как бы ни перепихнулись! Дед пристрелит, не задумываясь! Буржуй недорезанный!» «Бай что-то от нас скрывает!» – задумчиво произнес Зема. «Может, они уже?» Умывалки друзья приперли Бая к стенке и приказали «Колись!» От услышанного оба вытаращили глаза и в один голос воскликнули «Жена!» Юная Цицек оказалась женой старика. Бай, запинаясь, рассказал, что она осталась сиротой. Хозяин подобрал ее маленькой девочке в степи около убитых родителей. «Она ему, козлу старому, еще и благодарна!» – скрипнул зубами Бай. «Спас, так и отдал бы в детдом, старая сволочь!» А все уговоры друзей прекратить встречи солдат лишь отрицательно мотал головой. Тогда Беляк с Земой выбрали другую тактику. Не оставляли влюбленную пару наедине. Один из них, а то и оба крутились неподалеку. Бай злился, но поделать ничего не мог. По части пошел слух о скором прибытии из Союза высших чинов с проверкой. Слух перерос в уверенность. За строевую подготовку отцы командира взялись всерьез. Прекратились перебои в поставках стройматериалов. Солдаты вечером еле доползали до постелей. Земой, любивший на гражданке поспать, страдал больше остальных. И однажды задремал, стоя на построении. «Товарищ солдат, выйти из строя!» – раздался карающий глаз капитана. Зема получил тычок в бок от Беляка и, пошатываясь, вышел. «Это что за ползающая каракатица?» – ехидно осведомился ротный и скомандовал. «Встать в строй!» – затем «выйти из строя!» Так повторялось раз пять. И Беляк не выдержал, негромко сказав. «Это издевательство!» Капитан услышал. «Теперь вы, товарищ солдат, шаг вперед! Повторите, что вы сказали!» «Это издевательство!» – громко произнес Беляк. Капитан нехорошо усмехнулся, повернулся к Земе. «Наряд вне очереди!» «Есть наряд вне очереди!» – вяло отозвался солдат. «Встать в строй!» Тут ротный развернулся к Беляку. «Три наряд вне очереди!» «Есть три наряд вне очереди!» Беляк ответил дерзко и даже залихватски весело, с удовлетворением отметив гримасу недовольства на лице Ротного. Первый день друзья несли наказание вместе. Абай, похоже, время не терял. Во второй день Зема уже вышел на стройку и вечером заглянул к Беляку на кухню и нажаловался. Хотел их попасти, а они технично смылись. Весь перерыв отсутствовали. Подозреваю, Бай подогрел сторожа, и тот пустил их в первый корпус. Завтра выясню. На третий день Зема и Бай в часть состройки не вернулись. Злой капитан допрашивал взвод, но никто толком не мог сказать, когда недосчитались двоих. Работали по разным участкам. С КПП подбежал боец. Местные сообщили о драке солдат в центре города. Капитан отдал приказ связаться с патрулем. Выбрал двоих бойцов и направился получать оружие. Беляк, который тоже узнал новость, перехватил ротного у склада. Товарищ капитан, разрешите обратиться. Выпалил он надевающему кобуру с пистолетом командиру. Обращайтесь, только быстро. Нужно сначала на стройку. От отчаяния Беляк уже готов был выложить о монголке, бае, сумасшедшем старике. Но капитан сорвался и резко перебил. «Дружков своих покрываешь. Пока мы туда-сюда, они смоются. И только попробуй покинуть часть. На губе сгною. Кругом шагом марш!» Беляк молча выполнил приказ. Не дойдя до кухни, свернул в сторону и понесся к дыре в ограде. Пути на свободу для самовольщиков. Стройка встретила непривычной тишиной. Первый корпус с незастекленными окнами напомнил череп с пустыми глазницами. От остальных его отделял деревянный забор. Беляк протиснулся между досками и побежал к вагончику сторожа. Распахнутая дверь усилила тревогу. Пусто. На столе несколько пачек сигарет. Такие выдавали солдатам в части. «Зема в натуре прав», — мелькнула мысль. А ноги уже несли к зданию. Беляк преодолел лестницу, ведущую к входу, прыгая через две ступеньки. Ворвался внутрь и чуть не споткнулся о лежащего на полу сторожа. Солдат затормозил, упав на одно колено. Он встал, прихрамывая, подошел и склонился над сторожем. Вывернутая неестественно голова, открытые застывшие глаза, багровые следы на шее. Это было последнее, что увидел Беляк. Сильный удар по голове лишил его сознания. Очнулся солдат от того, что кто-то бил его по щекам. Пошевелился и понял, что связан, и сидит, прислонившись к стене. В глазах слегка прояснилось. Над ним склонился старик-семеновец, в папахе, в казачьей форме, с шашкой на поясе. Убедившись, что пленник пришел в чувство, старик выпрямился. «Вот то дело», — сказал он. «Рука у меня, ваш бродь, тяжелая, уж извиняй. Что смотришь? Решил, один со мной не сладишь? Денщиков прихватил? Забыл, что вахмистра Боргина и троим не завалить». Беляк невольно сжался. Похоже, старик действительно свихнулся. Постепенно картинка приобретала резкость. Они находились в небольшой комнате. У противоположной стены сидели монголка и зема. Друг прижимал к груди связанные руки и смотрел на Беляка с отчаянием обреченного. Цицек сидела, закрыв лицо руками, и тихонько подвывала. «Но где же Бай?» Беляк, стараясь сильно не трясти гудящей головой, повернулся налево, дверной проем. Затем повернулся направо. В висках застучало. Горло подступил комок, перекрывший дыхание. Бай вытянулся вдоль стены. Его тело, голова лежала отдельно на подоконнике. И кровь. Много крови. С переходящим в рев криком Беляк кинулся на старика, забыв о веревках. Не достав с размаху, упал на пол, но не чувствуя боли, полз, извиваясь. Когда его подняли, неожиданно сильные руки старика. Он цепился зубами в одну из них. Зубы разжал только после сильного удара. Семеновец резко встряхнул его, швырнул в угол и вынул из ножен шашку. Никто не заметил, как монголка выскользнула из комнаты. «А ты изменился, ваш бродь!» В голосе старика прозвучало уважение, сменившееся угрозой. «Дернешься, тенщику твоему конец!» Вахмистер Баргин сшагнул к земе. Острее шашки приставил к его шее и слегка нажал. Тонкая струйка крови потекла, пропитывая гимнастерку. Беляк застонал от бессильной ярости. Правый глаз заплывал после удара, щеку соднило. Солдат напрягал и расслаблял руки и ноги, пытаясь избавиться от пут. Старик Семеновец поднял шашку. «Любуйся ей!» На стене сгустилась тень, исказив очертания. Казалось, ее отбрасывает человек с одной рукой и ногой. Старик обратился к тени. «Ты становишься ненасытен. Мало крови могу дать еще, но только одного!» Вахмистер Баргин слово дал поручика жизни не лишать. Затем он одной рукой схватил Зему за одежду и поставил в центр комнаты. Беляк увидел, что ноги у друга не связаны и заорал «Зема, беги!» Зему не двигался, словно парализованный. Старик вновь поднял шашку. От двери раздался выстрел. Пуля попала в руку Семеновца. Старый вояка, не оборачиваясь, перехватил шашку левой рукой и вновь намахнулся. Но пулю оказалось быстрее. Капитан, а это его с бойцами привела монголка, стрелял на поражение. Вахмистер Баргин рухнул навзничь. Капитан разглядел, что сотворил старик с его бойцом. Он с криком всадил в грудь убийцы все патроны и продолжал нажимать на спусковой крючок, щелкая в холостую. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Крик одного из бойцов привел Ротного в чувство, и он кинулся дрожащими руками развязывать беляка, приговаривая «Сейчас, сынки, потерпите, сейчас!» Бойцы развязали зему. Монголка подошла к подоконнику, взяла голову Бая, прижала к груди и принялась укачивать, как ребенка. Тень отделилась от стены, взлетела к потолку и к рифам, увидевшим добычу, ринулась вниз. Терен выбрал нового хозяина. «Наши дни!» Мужчина смотрел в окно, медленно возвращаясь мыслями из прошлого. Он прислушался к своим ощущениям. Никакого отзвука былых переживаний и страстей. Кстати, что касается страстей. Любовница стала невыносимо нудной, угораздила связаться с замужней. Она, видите ли, готова бросить мужа и детей. К чему подобные жертвы? Его вполне устраивает нынешнее положение дел. И так пошел навстречу. Чтобы не афишировать отношения, допустил ее в эту квартиру. Ключи и дал. Где были мозги? Красавица? Несомненно. Но даже идеальная красота может дико раздражать. А что, если... Мужчина замер от неожиданного озарения. Можно одним ударом убить двух зайцев, принести жертву и избавиться от любовницы. От входной двери послышался звук, поворачиваемого ключа в замке. Да, пусть будет так. Но сначала они проведут незабываемую встречу. Вместо любовницы в комнату вошел средних лет человек. Седой, в мешковато-сидящем костюме. Мужчина подался к столу. Пришелец опустил руку в карман пиджака и произнес. «Ну, здравствуй, Зема. Узнал?» «Узнал. Убить меня пришел? А как же старая армейская дружба?» «Ты уже не Зема. Ты ТРН», – произнес незваный гость. Мужчина подскочил к столу и выхватил из ножен клинок. Сзади раздался выстрел. Видимо, предупредительный. Носивший когда-то кличку Зема с разворота намахнулся шашкой. Но бывший армейский друг тоже не шутил и выстрелил снова. Пуля попала в грудь. На стене появилась тень. Лежащий на полу мужчина стремительно менялся. Явственно проступали морщины. Волос покрывался сединой. Накачанные мышцы словно сдувались. Дыхание становилось реже. Перед последним вздохом он посмотрел в склоненное над ним лицо. «Спасибо, Беляк». Улыбнулся и затих. Старший следователь Беляков почувствовал, как глаза заволокло слезами. Тень сорвалась со стены. Черный дым удавом обвился вокруг Белякова, словно пытаясь проникнуть внутрь. Достигнув волос, уже полностью седых, шелком скользнул вниз и взлетел к потолку. Следователь опустился в кресло. Наблюдал, как тень постепенно бледнеет. И бормотал. Терен, не вселившийся в нового хозяина, отправляется в преисподнюю, к Эрликхану. Еще немного, и все будет кончено. В квартиру ворвалась группа захвата. «Назад!» – крикнул Беляков. Но было поздно. Тень грифом, увидевшим добычу, рванулась вниз. Редактор субтитров А.Семкин